Славянская радио Всем здравия! С вами Народная Славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 28 марта 2017 года, вторник. По одному из старинных 27-й день месяца пробуждения природы 7525 лета. Тема живого эфира такая. Плоскостопие, искусственно созданный дефект. И автор-сказитель Александр Владимирович Киселёв. Здравия тебе, Александр. Здравия, Алексей. Итак, наверное, многие из нас имеют представление с точки зрения современной медицины, что такое плоскостопие. Ну вот видели, наверное, печатки следов, когда так называемая медвежья лапа, медвежий след. И говорят, ну всё, плоскостопие в последней степени, ни в армию не годен. И куда-то там ещё тоже не годен. Так вот, у тебя, насколько я понимаю, несколько своеобразное, или своё представление, наверное, своё больше так подходит, чем своеобразное. Своё представление не только о том, что такое плоскостопие, но и из-за чего оно встречается. Потому что у современной медицины единственный способ лечения плоскостопии – это, наверное, вот что-то подложить под ножку, чтобы там что-то выперло, типа супинатора такой, да? Да-да-да. И вот, да, и чтобы изгиб появился. А у тебя вот как-то расходится твоя точка зрения с мнением официальной медицины. Вот давай, наверное, и начнём с того, что, во-первых, ты о себе немножко расскажешь, кто ты такой и как дошёл до этого, чтобы получить такое представление собственное. И потом мы расскажем о том, что же такое плоскостопие с твоей стороны, а уж дальше начнём говорить про то, как с этим быть и как от этого избавиться, и как прийти к здоровому образу жизни. Хорошо, так и начнём. Ну, хотелось бы поприветствовать моих слушателей. Надеюсь, не просто слушателей, ещё и единомышленников. Как я докатился до такой жизни? Ну, по первым двум образованиям я лётчик-штурман. Поэтому техническая сторона вопроса была изучена ещё в советские времена и достаточно досконально, на красный диплом даже. Ну, а далее уже потом, имея часам плоскостопие, потому что в лётное училище я поступал, так сказать, обманным путём. Первую комиссию надо было пройти, чтобы меня по плоскостопию пропустили. Ну, а потом уже так ко мне сильно не докапывались. Потом уже всё пошло более-менее гладко, до, как говорится, до определённого возраста. Пока не стукнуло примерно 35 лет, когда просто голеностопы начали разваливаться. Хотя всё время занимался спортом, прошёл все эти реабилитационные медицинские методики, палочки, катал там карандашики, поднимал, что только не делал. Ну, супинаторы носил до одури, до мозолей на ногах. Теперь только я понял, что если бы я этого не делал, плоскостопия, может быть, вообще не было. Поэтому у меня именно принципиально диаметральное противоположное отношение к этому так называемому недугу. Более того, этот недуг создаётся искусственно. Ну, вот, а поводом для того, чтобы найти причину, как всё-таки исправить, потому что у нас же, как плоскостопие, это пожизненный диагноз. То есть мы можем правильно, как Алексей сказал, только подкладывать что-то, подмазывать, обезболивать, в конечном итоге операцию. И из наших ног могут сделать пародию. Протезы, естественные протезы. Да, внешне они похожи на стопу, но с ущербом, к самому главному, к её функциональным способностям. Но поводом послужил, так сказать, толчком. Это травма моей дочери. Два с половиной года, и она упала с высокого турника, вывернула ножку. Вот так вывернул, что она почти под 90 градусов смотрела относительно голени и относительно даже пятки. В общем, пока я бегал и искал машину, чтобы довести травмопункт и так далее, каким-то образом ножка встала на место. Хотя до этого я пытался сам что-то там, ну, робко. Тогда ещё у меня были очень такие знания именно по стопе достаточно скромные. На уровне спорта, массажа, не больше. Ну, тем не менее, я заметил, что удивился. Надо же, какие связки эластичные у детей. Ну, правду говорят, что они такие вот. Встал, а через некоторое время начал опять ходить, ползать, двигаться. Попробовал, ограничений нету в стопе, отёков нету, видимых порывов нету. Ну, ладно, понаблюдал ещё пару дней, ну, и забыл вроде бы о работе, заботе, дела, заработке. Как раз было время лихое, 90-е. Ну, и всё, и потом похватился очень поздно, прошло примерно полугодика. Я когда глянул, сравнил одну стопу и другую, ну, тут ужаснулся. Стопа не то, что имела подъём, а когда надавливаешь на пяточку и на носок, она прогибала в другую сторону. Вот тут я забегал по врачам. Самое интересное, что разделилось мнение диаметрально противоположно. Одна часть врачей, честно глядя мне в глаза, говорят, что так, ничего, никакого плоскостопия нет. После 7 лет приходите, до этого никаких плоскостопий у ребёнка нету. Всё нормально. Как, вот одна стопа, это уже ребёнка, вот другая, вы разницу не замечаете? Нет, всё нормально, приходите. После 7 лет нету плоскостопия. Другая часть, ну, это уже были типа остеопатов, мануальщиков. Те крутили, щупали стопу у ребёнка, посылали на рентген, посмотрели рентген, понимаешь, как постенилась произошла, то есть суставы зафиксировались вот в этом подвывихнутом состоянии. Теперь только либо ломать гипс, либо спицы, но это уже не так. Ну, тогда я ещё скромно, как говорится, фигу в кармане скрутил, думаю, как так? Я представлял, что такое трёхлетнего к тому времени ребёнка засунуть на несколько месяцев гипс, одна нога будет короче, другой и так далее. Спицы тоже не вариант, как говорится, то же самое. Ну, фигу в кармане скрутил, думаю, ладно, как она выпала, так и вправится. Ну, сел за букварей, благо техническая сторона, я уже подсказал. Подготовка была, когда я начал изучать скелет, чертёж, точнее, человека, в чём я, в принципе, был профи в плане чертежа. Когда я начал изучать медицинскую литературу, причём не та, которая обыденная, прошёл все библиотеки, профессиональные библиотеки нашего города, центральных больниц, и всё, что касалось ортопедии стопы, всё это раздобыл. И когда я начал читать самые азы, я ужаснулся, как всё просто. Оказывается, всё изложено в официальной медицинской литературе. То есть надо просто читать, уметь чертёж, чертёж нашего тела. Потому что там всё расписано, какая связочка, куда, какая мышца, как работает, сустав какой, шаровидный, там ещё какие виды их, под каким углом, в какую сторону можно сгибать этот сустав. Прелесть! Я просто обалдел, когда я понял, как работает стопа. То есть там было всё понятно, воочию видно, что принцип работы со стопой абсолютно противоположный тому, что нам впарили. То есть методика должна быть исправления. Противоположный тому, что я делал, и не один год, чтобы исправить своё плоскостопие. Ну и, соответственно, конечно, воодушевившись, я начал всё это на себе экспериментировать. И как-то чувствовал, что да, появляются положительные моменты, какие-то новые интересные ощущения. Мышцы начинают чувствовать и отзываться, радоваться вот этим новым моментам. Ну, тут я сразу всё это вводил в дочери. И потихонечку, потихонечку... Дочка у меня исправила стопу. На сайте у меня есть даже там, я выложил мои плантограммы, так называемые. Вон, где стопа была в одном... Единственное, что это первая плантограмма у меня появилась. Это в 6 лет. То есть, с 3 до 6 лет. Ещё, конечно, было видно, что уплощение есть. Потом, в 10 лет, там практически уже почти ничего не было. Хотя для меня было заметно ещё ощущение, вернее, ощущение, именно, недоделанность, как говорится. Не доправил я ещё эту стопу. Ну, а уже в 12 лет ни один врач, если ему не показать и не сказать, какая стопа была травмирована, ни один врач даже с помощью пальпации не определит, какая травмирована была стопа. Ну, тут я уже, конечно, полностью был удовлетворён. Ну, и, соответственно, к тому времени и свои стопы у меня почти практически исправились на 90%. Но сразу скажу, что когда я начал эти эксперименты, практически сразу прошла боль в лодыжках и так далее, прекратились подвывихи вечные мои, какие-то там муклюжая походка, спотыкания и так далее. Ну, и тут параллельно я тут за ним начал из рукопашного боя начал делать свою оздоровительную гимнастику. То есть, когда я понял принцип работы стопы, так как в любом ортопедическом сайте можно заглянуть, и там всё красиво рассказано, что как от стопы и до самой до макушки идут эти дефекты, и сколиоз, и колено, и тазобедренные суставы, всё здесь взаимосвязано. Но, опять же, когда мы приходим конкретно в поликлинике, как в больнице к тем же ортопедам, почему-то эта связь вдруг быстро теряется, и нам об этом даже никто не говорит. Ну, вот получилось как-то такое вступление, достаточно, наверное, большое. Ну, я думаю, что слушать им должно интересно, с кем они разговаривают. Да, понятно. В общем, от стопы до самых до окраин всё зависит вот именно от того, как работает стопа. Хорошо. Получается, что ты подошёл к вопросу здоровья с точки зрения как-то вот механики, да, как это всё устроено, как это всё работает. Изучив механику, ты понял, где что натягивается, где что освобождается, и через это стал понимать принцип существования ноги, стопы, и как она взаимодействует со всем тем, что есть дальше у человека. Ты говоришь, там, стал нажимать куда-то, и что делать, вот, там, мышцы какие-то. То есть ты стал воздействовать на отдельные какие-то элементы, косточки стопы, или вот там крутить как-то целиком стопу? Вот в чём заключается твоя методика? Да, в чём заключается, как раз, крутить, да. Ну, тогда уже скажу сразу, что именно принципиальный подход в принципе работы стопы. Вот я уже 15 лет, ну, не считая, что я всю сознательную жизнь, наверное, с 12 лет, уже 40 лет практически я ищу ответ на этот вопрос, да, и вот после эти 15 лет, как я уже запатентовал, и даже у меня есть патент по этому поводу, способ устройства для исправления эффектов стопы. То есть я понял принцип, главное, что стопа работает совсем по-другому, не так, как принято в ортопедии. Так вот, стопа – это у нас, это моё определение личное. Стопа – это механизм, преобразующий прямолинейные поступательные движения, возникающие от взаимодействия с опорой, во вращательное и наоборот. То есть наша ортопедия предлагает нам рассматривать это как нечто такое вот, три арки, три опоры, и вот центр тяжести должен у нас стоять между этими опорами, и вот давит, тело давит. Вот нет, поверните ровно с головы людей, поставьте на ноги, ничего там не давит. Это механизм, в первую очередь, движения стопа. И как раз наоборот, стопа воздействует на тело и направляет её в нужную сторону. То есть стопа запускает в нужном направлении тело. Вот это принципиальный вопрос, с которым наши ортопеды не хотят. Поэтому я начал именно эту стопу скручивать в нужном физиологическом направлении. Причём, как оказывается, это нужно делать при каждом шаге. То есть согласно вот этому... То есть если мы главные суставчики стопы поставим, выстроим в физиологическое положение, как там расписано в медицинской литературе. Главные оси стопы... Там суставов много, более 30 в стопе. Но нужно определиться с главным. Если главное мы устраиваем, а за ним устраиваются все остальные. Поэтому я начал именно этот принцип кручения использовать при шаге. А как его использовать? Тогда я начал другую механику брать. А что нам мешает ходить правильно? Оказалось, элементарно. Обувь — это тот посредник между подстилающей поверхностью, между той же землёй матушкой, по которой мы должны ходить, в первую очередь босиком. Нам с первых шагов наших впаривают обувь. Причём обувь не просто, а угловатую. Ещё и, как правило, ортопедическую. Вот когда я взял, посмотрел, а какие, как механик, всё просто посмотрел, какие моменты отрицательные создают вот эти углы на нашей обуви. Я уже снулся. Ровно противоположный тем, тому кручению, которое должны быть. Ну, если грубо сказать, если стопа должна при каждом шаге скручиваться, закручиваться, то наша обувь её раскручивает. То есть, как раз мы раскручиваем стопу, получается стопа плоская. То есть, те мышцы, которые ещё пытаются интуитивно сохранять стопу, мы воздействуем с помощью обуви на них так, что они рано или поздно просто-напросто вздыхают, атрофируются. Ну и плюс, я уже перехожу, получается, немножко дальше, да. И плюс мы добавляем, как правило, медикаментозные воздействия на эти мышцы. Другими словами, диверсия происходит, да? Да не то, что диверсия. Прямо, да, умышленное, нежелание даже слушать, инакомыслие. Ну, понятно, там бизнес, там производство и так далее. Хорошо, а что ты имеешь в виду под скручиванием? Ну, вот я смотрю, нога как нога, и куда она там может крутиться? Вот вверх, вниз она двигается, ну, так, немножко вправо-лево её можно двинуть, но крутануть её можно тоже так и на ребро поставить, к примеру. Что имеешь ты в виду, когда говоришь скручивание? Вот, вот в том-то и дело, что у нас ногу, стопу, стопу, на которой 26 косточек, более 30 суставов. То есть вот из всей ноги, из всей ноги, да, на всей ноги 30 косточек. Вот бедро, голень, да, две косточки, колено, чашка, и пошла уже стопа. Так вот, из 30 26 только на стопу приходится. Но наша доблестная ортопедия все эти 26 косточек превратили в один сегмент. Вот, Алексей, ты правильно говоришь, что в принципе крутится, что мы крутим в голеностопном суставе? Любые тренировки, ЛФК и так далее, они, в принципе, подразумевают только вот работу в голеностопном суставе и в лучшем случае сжимания пальчиками. Других у нас, оказывается, суставов нет. То есть, это просто вот больше 30 суставов их выкинули. Они, оказывается, не живые. Это вот, поэтому их можно пилить, сращивать, сшивать, вот, как ты сказал правильно, делать протез. Так вот, кручение должно происходить визуально, это относительно пяточки. Тут относительно пяточки передний отдел стопы должен скручиться в сторону большого пальчика. грубо говоря, если у нас стопа стоит, пяточка стоит вертикально, то большой пальчик, как бы, как веером, он должен опускаться вниз. Вот, раскрутился, это он должен подняться вверх, да? Вот. А мизинчик у нас стоит, как положено, тоже как и пяточка, на полу. А вот большой пальчик начинает скручиваться, да? Вот, то есть на ребре встаем мы стопы и потом большим пальчиком достаём основание, особенно достаём пол. Вот тогда у нас происходит кручение этой стопы. И все суставчики друг за другом потихонечку встают вот именно на место. И вот это кручение происходит при каждом нашем шаге. То есть получается сначала на ребро, а потом уже целиком на ногу получается, да? Целиком на всю ступню. Ну, то есть да, то есть изначально, вот если, это я когда писал диссертацию, смотрел, то есть даже согласно официальной статистике обучников, 90, там, ну могу ошибиться, 6 или 8 процентов у нас стаптываются обувь где? Если кто служил в советской советной армии, то помнят ещё в том месте, куда мы набивали железные оковы. Подковки, да, это задний каблучок такой, да. Причём не по центру, а сбоку. Вот, 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 вот это то место сбоку, причём с внешней, с внешней задней части пяточки, да. То есть тогда ещё у нас всё-таки было больше людей без плоскостопия, да, и интуитивно, интуитивно человек стопа пытается восстановить вот этот идиотизм, который на него одели, стереть, чтобы правильно наступать, чтобы обеспечить перекат, чтобы не было вот этих ударных нагрузок, и чтобы вот этот клык, так сказать, на пятке не создавал отрицательные моменты и не разваливал нашу стопу. А мы что делаем? Мода. На обоечку, да ещё и железную, чтобы вечно не стёрлась. Ну, она-то не сотрётся, да, долго не сотрётся, а только потом начинают стираться наши суставы. Вот в чём проблема. Вот, ну и поэтому мы подошли к другому вопросу, к устройству для исправления дефектов стопы. Вот я и начал, это одним из главных устройств, которые я использовал для своей дочери, это я начал дорабатывать обувь, как раз срезать вот эти все острые углы на обуви, на детской, делать внутрь вставочки, не супинаторы, а именно вставочки. Принципиальная разница, потому что супинатор – это то, что калечит наши ноги. Это, ну, сверх глупость, которую можно придумать, вставлять внутрь, то есть воздействовать на те места нужно, чтобы исправить, когда я понял, чтобы исправить стопу, нужно воздействовать на те части этой стопы, которые предназначены для ступания. Опять же, я вот обращаю внимание, не хождение, не топание, не марширование, а ступание. То есть предки наши ступали, плыли, как павы, и так далее. А мы топаем, маршируем, грызём эту землю с помощью наших каблуков и вот этой убожеской области. Так вот, если мы будем ступать, как оно положено, спокойно перекатываться, то как раз стопа скручивается и при каждом шаге лечится, исцеляется. Не люблю я это слово лечиться, не зря в русском языке, особенно на жаргоне есть такое слово «не надо меня лечить». Вот это на самом деле нас залечили. Первую очередь, то есть переведу, кто не знает тот жаргон, не надо меня обманывать. Вот, поэтому исцелять, то есть делать человека цельным. Вот, поэтому вот эту цельную методику я для себя вывел и делюсь с людьми. Скажи, пожалуйста, твоя методика как оформлена? То есть есть какие-то книжечки, есть ли какие-то атласы, есть ли какие-нибудь обучающие методички, по которым можно было бы, например, подготовить себе правильную обувь, научиться правильно ходить? Ну, самое первое, что я сделал, это я сделал сайт. Свой сайт, где я выложил схематично, не могу сказать, что там чертежи, потому что когда я попытался даже вот эти схематичные и кто люди, люди, то есть нет инженерного образования, сейчас инженеров повыводили, то есть искусственно, причем их убрали, поэтому люди даже вот эти рисунки не могли понять. Ну, будем сказать так, схематично, я изобразил как, что, плюс консультации даю, объясняя людям, как, ну и более-менее узаконил я это, то есть, ну, патент, конечно, у меня есть, я уже говорил, запонтанно, и я защищал диссертацию именно по своей методике, по тому, как воздействию на стопу можно справлять опорно-отвыгательный аппарат. То есть на сегодняшний день я магистр дефектовогии. Ну, я уточню, я уточню вопрос магистру дефектовогии всё-таки, вот сейчас нас слушают радиослушатели, смотрят зрители канала YouTube, и у них возникает вопрос, послушали передачу, что делать дальше, как теперь найти вот эти методички, как научиться правильно жить на свете? Ну, зайти на сайт, в первую очередь, на мой, nicefood.ru, nice, прекрасная фудстопа, всё вместе в английском написано, прекрасная стопа.ru, там есть если вдумчиво читать, есть ответы на все вопросы. Перечитать, перечитывать, соответственно, есть обратная связь, можно со мной гостевой книги переговорить и так далее. Там всё написано основное. То есть то, что непонятно, я уже консультирую индивидуально, если это вопрос обычный, то гостевой книги прям можно будет сказать коротко. Хорошо, а самостоятельно как-то можно вылечиться или только вот только с твоей помощью? То есть у тебя ещё раз есть какие-либо всё-таки методички ты можешь передать людям это или только-только вот читать и с тобой общаться? Ну, пока, скажем так, я надеюсь, что в ближайшее время выйдет книжка моя, где более-менее объёмно что ли рассказываю как, что делать. Ну, пока нет. Были у меня лекции в Москве, семинары проводил, но если получится, будет семинар в ближайшее время в Чебоксарах, ну, пока вот так. А в личной консультации, то, что только возле меня, когда люди приходят, рассказывают, тренировочки провожу, на тренировках объясняю. То есть, свою оздоровительную гимнастику на базе рукопашки я сделал, и ко мне люди в спортзал приходят и осваивают вот эти элементарные простые упражнения. Вот пока на сегодняшний день так. Пытался выходить что-то шире, в школы, ну, вот на будущий год может быть нашёл одного человечка, который, директора, который, ну, вроде бы как-то согласился, ну, я сталкиваюсь с тем, что, как в том анекдоте, устраивается человек на работу, приходит, ему задают тест, проезд, сколько будет дважды два? Ну, это так, 7, 8, ну, ищущий, ну, надо брать. Другого, сколько будет дважды два? Пять. Ну, поможешь, какая-нибудь другая, цифра, нет, пять. Ну, твёрдый, уверенный, настойчивый, ну, надо брать. Ну, так, одного, другого, третья, потом приходит очередной, сколько будет, дважды два? Четыре. А может, какая-нибудь другая, цифра, нет, кто же этого не знает, четыре? Умный какой, ну, извините, места заняты. Вот на сегодняшний день, скажем так, 15 лет я бегаю со своей методикой, со своими изобретениями, разработками, сталкиваюсь вот именно, например, в такой ситуации. Все спортивные заняты места, различными секциями, какими угодными, только не вот этими. Вот как-то так. Понятно. вот потому я тебе и дергаю этими вопросами. Хорошо. Я нашел два сайта, один nightfood.ru, а второй то же самое, только .ru. Да, Оформления у них одинаковые. Одни и те же сайты. То есть, когда-то просто один парень ускива, который занимался сайтом, консультации у меня идут со всего, практически, бывший Советский Союз однозначно мне пишет. И даже вот те, кто русскоговорящие, уехали в Америку тоже, а тут с Тайваня девушка даже приезжала ко мне на тренировочке, когда ей сделали операцию, то есть взяли и голень исправляли. Так сказать, полуобразность исправляли с помощью ломали голень и ее кривизну убирали. Прошло какое-то время, суставы остались в том же состоянии, и в ней опять уобразность началась. Ну, вообще, это отдельная тема, конечно. Последнее время, я уже одно время даже начал привыкать к этому, но сейчас вот идут такие вот уже диагнозы, что все больше и больше, что мне опять это начинает очень сильно возмущаться, возмущать. именно сейчас лжи диагнозы, то есть когда идет нормальная стопа, нам ее начинает издеваться над ней, даже на операции посылает, хотя там проблема в бедре, например, или в колене. И когда люди выходят на меня, я начинаю им консультировать, говорю, ребята, забудьте вообще про стопу, у вас шикарная стопа. А им ставят диагноз по стопе, выписывают стельки, причем вот я статистику так свою немножко веду. Из всех, кто пишет, процентов 30, на консультацию ко мне обращаются москвичи. Они прошли всех там великих ортопедов, одно время я даже пытался их запоминать, они пишут, тот главный ортопед такого-то округа, главный ортопед Москвы. Сейчас я уже перестал их запоминать, потому что такие ставят диагнозы, что начинается за стопой, у них шикарная стопа, шикарная, забудьте, вообще у вас до сих пор стопа на 4 с плюсом, то есть не на 5. У вас проблема в другом месте. Понятно. Скажи, а что за книжка планируется, где она выходить, ну, где, в каком издательстве эта книга будет выпущена? Ну, честно говоря, пока еще не знаю, в каком издательстве, только еще буду думать. То есть у меня в Черновом варианте, вот сейчас я ее прорабатываю, надеюсь, что до лета не надо ее успеть, а до лета это, можно сказать, один месяц остался, потому что в мае тоже лето, меня уже практически дома не застать, поэтому в течение месяца окончательной редакции должна определиться и членовой вариант должен показывать издателям, да? а объем какой книжки? Что там будет? Что там будет? Объем, думаю, что не очень большой, не больше ста страниц, вот, а будет краткий курс, вообще, какая у нас современная методика исправления плоскостопия, вот, чем моя отличается, вот, и сама физиология первых шагов, в первую очередь, описана, как ребенок начинает ходить, то есть, ведь ребенок не случайно начинает ходить именно правильно, косолапит немножко, О-образные ножки, вот, то есть, это все в природе заложено, то есть, если бы ему не мешали обувью, штанишками, которые тоже, потом, после обуви, я дошел до одежды и понял, что оказывается, чтобы исправить стопу не только обувь наша лишает, но и одежда, особенно брюки, джинсы, потому что там шов сделан именно так, чтобы приводилась нога вся в тазобедренном суставе, ну, тут идет дальше, тазобедренные суставы, гениталии, еще накладываются другие проблемы, вот, поэтому, вот, это первые шаги в книжке будут как и что к чему стремиться, ну, и потом, опять же, будет рассказано, вот, как правильно оно должно быть, как работает, как, ну, дорабатывать обувь, тут, принципиально, конечно, я расскажу, мне, вот, и методика тренировки, в первую очередь, то есть, нас лечит только движение, причем не просто движение, мы говорим, вот, движение, тоже нет, не согласен, одно, даже внешне может казаться одно и то же движение, но одно лечит, другое калечит, поэтому, лечит нас только физиологическое движение, то есть, то, которое дано нам природой, то, что досталось наследство от наших предков, еще мы на генетическом уровне, памяти, все это знаем и помним, мы прекрасно, вот, даже когда люди начинают ходить, ой, они вспоминают, что да, смотри-ка, легче становится, то есть, действительно, мы должны плыть над землей, ступать, а не топать, не маршировать, вот, и поэтому бесполезно исправлять одну стопу, не восстанавливая мелкую моторику всего тела, вот, это и есть моя методика, то есть, восстановить мелкую моторику всего тела, через стопу, потому что никак иначе, вот, вот это будет отражено в книге. То есть, это будет некий справочник и методичка как быть здоровым? Конечно. Понятно. Я понял из того, что сказал, что такие округлые ноги это норма, что вот эта косолапость небольшая это тоже норма. Получается, что стройных ног после твоих методик и применения твоих методик нам уже не видать? Ну нет, как раз таки наоборот, стройные ноги как раз и появятся. То есть, на сегодняшний день у нас нету, почти нету стройных ног, особенно у женщин. То есть, у нас сейчас норма сделалась косолапия. То есть, в плане косолапость это одно, косолапие это нечто другое, надо разделять. косолапость это более существенный дефект. Хотя, о косолапии это, скажем, менее выраженная косолапость. Это в простонародье называют приведение ножек, то есть, стоп внутрь. Так вот, если мы действительно правильно формируем ножки, то у нас не будет ни о-образности. у нас динамическая, есть понятие динамической о-образности, есть статическая. Вот эти надо вещи различать. На сайте я там некоторые вещи об этом говорил и на консультациях заостряю, особенно на тренировках показываю, чем отличается динамическая о-образность, да, так сказать, которую принято считать водка-салапой. Нет. От статической. и методика моя даже диагностирования как раз и говорит о том, что не надо путать два разных состояния, статику и динамику, то есть, чтобы определить дефект, вот даже не важно, вот сейчас сказать, косолапость, еще чем-то, или ноги кривые, хотя тоже, кстати, сказал слово и начинаю, меня это коробит. А кто-нибудь видел на человеческом теле хоть что-то прямое? Прямые, ноги прямые. Зубы бывают прямые. И тоже, где, в какой части? В некоторых местах. В некоторых, но я скажу по-другому, что на человеческом теле нет ничего прямого, есть, ну, грубо говоря, впадину и выпуклости, да? Это изгибы, то есть, наше человеческое тело это сочетание различных изгибов, криволинейных поверхностей. И задача, если мы говорим о что-то прямом, о прямом, мы можем говорить только о осях, оси, суставные, как говорится, поверхности, какие-то мы можем выстроить в общую какую-то прямую линию, в данном случае линия ноги, если мы говорим о ноге, то линия ноги, так вот, надо разобрать, что такое линия ноги, ну, грубо, если сказать, то центры суставов, если мы возьмем центр тазобедренного сустава, центр коленного, голеностопного, да, пяточку, опять же, там, где она касается, как положено, где мы набивали набоечки, выстроим в одну линию, тогда у нас ножка считается прямая, а когда мы начинаем двигаться, ходить, ну, хотим мы не хотим, прямой линии не получится, она у нас сгибается, работает, поэтому вот этот нюанс Алексей конечно хорошо подметил, вот на этом то нас и делают, что мы подгоняем под какую-то абстрактную прямую линию, не понимая, как она проходит, через что, и уродуем, ну, в первую очередь, наших детей, потому что это же идет визуально на подиуме, на том же, ну, это вообще, конечно, вот без смеха смотреть на это нельзя, как ходят на подиуме, это душевно и физически больные люди, там столько проблем в суставах и в ноге, и в позвоночнике, почему я это говорю, потому что я диагностирую именно по походке, то есть, когда мне на консультацию выходят за консультацией, то мне нужно увидеть самое главное это походку, если я увидел походку, то я определяю, где блоки, проблемы, места зажима и самое главное, что именно нужно определить главную причину, как я сказал, что очень много пытается ломать стопу, а проблема может быть в лодыжке, в коленке или в тазобедренном суставе, а может и в пояснице вообще, вот, поэтому попала на походке, когда человек идет, у него все это четко видно, вот, ну и еще нужно, конечно, фотографии, фотографии, ну вот, понятно, то есть, я любимую свою по походке узнаю, да, коль идет, качается, значит, понятно, получается, что вот на подиуме вот эти все модели, на которых многие девушки, маленькие девочки ориентируются, это, в общем-то, пример, как не надо ходить, это пример того, что такое больные люди на всю голову, начиная от ног, хорошо, да, начиная от ног, от самых кончиков, хорошо, ты мне ответь, вот что, на какой вопрос, с детьми, понятно, там можно все, пока еще маленькие, опыта нет, пока еще вот эти рефлексы все не установились, условные, безусловные, можно что-то сделать, можно там как-то обувь подогнать, но ведь есть люди, и таких большинство, у которых после лет сорока начинаются очень серьезные проблемы с передвижением, начинают болеть ноги, начинают ломить колени, начинает потом позвоночник болеть, ожирение появляется, там, со здоровьем проблема, потом давление скачет туда-сюда, и это явно, что неправильно работают стопы, видно, появляется так называемая утиная походка, и их сажают уже в супинаторы, специальная обувь им дается, они там ее одевают на себя, натягивают, зашнуровывают плотненько, ну так с этой утиной походкой и до смерти мучаются. Можно ли женщине, мужчине, которые страдают уже такими серьезными проблемами, годам 70-80 все-таки включить голову и научиться жить правильно, не страдая ногами и всем телом? Конечно, можно. Вот это я и доказываю на себе в первую очередь. Я начал эксперименты в 40 лет, но так я, как говорится, был один, один, когда я даже заикался на эту тему, пытался к врачам идти, вот, рассказывал, да смотрите, вот механика, вот так, вот так, но со мной даже разговаривали, скрутили у виска, если не в открытую, за глаза крутили у виска, если что-то парень сдвинулся. А я опять приходил домой, да что ты будешь делать, ну все же, ну вот сходится, вот все, вот элементарно, вот механика, вот физиология, вот у вас в ваших книжках по биомеханике же это тоже все написано, почему же вы не используете? так вот я в 40 лет начал, в любом возрасте, то есть пока человек движется, то есть лечит нас, только одно упражнение, это наша походка, вот это нам напрочь из мозгов отшибли, походка, это единственное упражнение, которое мы делаем всю бессознательную жизнь, ну конечно, если нам ноги не отрубили там где-то там по каким-то ну травмам и так далее, но пока человек ходит, он себя может исцелить, поэтому главным упражнением, на которое направлена моя методика, я учу походки, правильно ходить, представляешь, Алексей, вот каждый шаг это лекарство, это исцеление, то есть если мы обулись физиологичной обувью, то есть правильно, или босиком идем правильно, опять же, потому что у нас выработали уже такую походку, что мы даже босиком, уже мышцы атрофируются, мы босиком себя тоже калечим, ну больше, ногу проще научить правильно ходить, чем обутать, но тем не менее, как только человек поймает этот момент, он балдеет, он балдеет от того ощущения хранилибы, на сайте, у меня в гостевой книге, в комментарии есть такой номер 97, где Александр, мужчина в возрасте, ну это было 2010 год, примерно первый раз он на меня вышел, наверное, еще был даже не 10, наверное, а 9 год, вот, ну вкратце тогда уже расскажу, потому что очень такой показательный пример, человеку было уже за 50, причем он перенес 5 операций на ногах, его резали еще с детства, причем резали в Москве, Швейцарии, такие серьезные клиники, то есть исправляли свое время косолапость, потом начались проблемы, соответственно, в других местах шишки, ну что, отпилили шишку, через некоторое время опять растет, ну давай, опять отпилили, опять растет, ну зачем, взяли, срастили плюсный фаланговый сустав первого пальца, пальцы вверх подняли, а чтобы при походке не зацеплялся ногой за землю, я удивился, когда он мне прислал фотографии своих ног, вот, это был мой первый опыт, то есть до этого я общался со стопами, которые были живые, нерезанные, и когда он вышел на меня, ну я просто ужаснулся, как так, до такого состояния ноги довели, так вот, то есть часть суставов была срочная, плюс резаная, сухожилия и так далее, вот, и в конечном итоге ходить было уже невозможно, вот он, все врачи от него отказались, он вышел на меня, причем в очень эмоционально тяжелом состоянии, мне пришлось, может быть, он там хоть, ну можно почитать, я говорю, комментарий, 97, Александр Дорде, мне он пишет тут хороший в адрес мой доброжелательность, так далее, но не могу сказать, что там, и поначалу я его напрек психологически, потому что мне его нужно было вывести из вот этого душевного кризиса, а я его, в общем-то, может быть, даже не совсем корректно, но напрек, вот, но он все-таки это выдержал, вот, и духом не пал, и все, и начал осваивать методику, причем тогда вообще на сайте очень было мало чем написано, сейчас на порядок больше, вот, и в конечном итоге, вот, почитайте, особенно слушатели, посмотрите, как человек отзывается, причем такие искальные, ну, шикарные по поводу ощущения и своих именно наработки собственных собственных ощущений, что он говорит, что чужой опыт может завести не туда, нарабатывайте свою методику, работает методика действенная, берите, осваивайте, подбирайте под себя, индивидуальность проявляйте свою и вперед, ну, а мне благодарность, как говорится. Понятно, то есть, получается, у этого человека интересная ситуация, пока что-то можно было отрезать, врачи отрезали, как только отрезать стало нечего, ему сказали, до свидос, дяденька, больше ты нам не интересен, больше тебя стругать негде. Кстати, более того, примерно через год, через год, может быть, через два, могу соврать, потому что, в принципе, много людей, я не запоминаю, принципиальный момент запоминаю, а вот именно детализацию всегда можно восстановить по переписке. Через год он поехал, ну нет, наверное, все-таки через полтора или два года, поехал по святым местам, по-моему, Испании, какой-то там поход 500 километров, вот первая часть идет до 250 километров с рюкзачком, и на второй год он хотел пройти еще 250, уже на следующий год. И вот он прошел в этих своих доработанных сандаликах, как надо, все, 250 километров, и написал, не благодарю, я уже могу. То есть, если раньше он на работу без ущерба ходить не мог, ну вот такие, поэтому в любом возрасте, в любом, а тем более, если не было никаких операций, никаких воздействий, то это достаточно просто. В общем, рекомендация простая, не стругайте себя, стругайте сандали. Ну да. Понятно. Хорошо, давай сейчас мы перейдем к вопросам, которые у нас появляются в чате Народно-славянского радио и в чате канала YouTube, и попытаемся эти реплики озвучить и их обдумать, а на вопросы попытаемся дать ответы. даю небольшую музыкальную отбивочку, и после этого мы уже переходим к вопросам и ответам. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 28 марта 2017 года вторник по одному из старинных 27 день месяца пробуждения природы 7525 лета плоскостопие искусственно созданный создаваемый дефект. Александр Владимирович Киселёв, автор-сказитель, автор методики по исправлению того самого плоскостопия и вообще методики того, как не допустить это плоскостопие. Сегодня у нас в эфире, и мы переходим ко второй части нашей передачи ответы на вопросы, которые поступают в чате Народного Славянского радио и в канале Ютуба Народного Славянского радио. Итак, первый вопрос пришёл следующего плана. Всем здравия! Вопрос в эфире от Миколаевича из Тераховки. У меня оскольчатый перелом правого пяточной кости. Теперь на правой ноге стоять при надавлении носков внимание на левую ногу меня клонят в левую сторону и я падаю не успевая надеть носок. Посоветуйте, как вернуть устойчивость сломанной ноги. Вот, прочитал, как было написано? Если непонятно, могу ещё раз прочитать. Ну, нет, принципиальный момент понятен. То есть, опять же, идёт атрофация мелкой моторики стопы, то есть и той, которая травмирна, и вторая, судя по всему, недалеко ушла. То есть, опять же, вот этот механизм, то есть, ведь стопа, я говорю, более 30 суставов, там ни один из этих суставов, ну, как говорится, уже нельзя так сказать, что не работает. Что-то всегда есть, что-то работает. Мы просто не умеем им управлять. То есть, ощущения вот эти на стопе, мы их не чувствуем, нашу стопу. Вообще, что такое мелкая моторика? Это когда мы начинаем каждый суставчик свой чувство. Вот, в данном случае мы ничего не чувствуем. Здесь нужно восстанавливать мелкую моторику и здоровой стопы, и то, что травмировано. То есть, другого варианта нет. Движения, именно правильно физиологические движения. Опять же, учитесь правильно ступать. Тогда не будем падать. Ну, я на себе могу привести пример, что я же говорю, были постоянные подвыльи. Постоянные. Я тоже ломал ногу и гипс закатывали, и сейчас остались вот эти небольшие недоработанные еще. Часть я уже доработал. То есть, сустав, когда сращивается в неправильном положении, то, да, есть хрусты, ограничения, которые не позволяют ему вернуться в физиологическое положение. Ничего, начинаешь его прорабатывать, 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 и он потихонечку восстанавливается. То есть, пока человек живой, пока он двигается, все восстанавливается. Поэтому вот этому человеку я посоветовал все-таки в первую очередь обратить внимание на то, что кость, кость, это живой организм. И то, что в сознание нам вбили, что это нечто чуть ли не даже чужеродное, что его можно сейчас продавать, суставы надо менять и так далее. Вы что? Ни в коем случае. Пусть она сломанная, пусть она там травмирована, она ваша, и она восстановится. Для этого нужно запустить мышцы. То есть, нас лечит кровь, а кровь по телу разгоняет мышцы. Так вот, вы запустите эти мышцы, которые будут питать все ваши суставчики, в том числе и ваши косточки, и они восстановятся. Они также могут изменяться. Вот элементарный пример. Вздумайтесь моими словами. Все, наверное, знают шишка на большом пальце, да? Что говорят они? Шишка растет. Представляете? Шишка растет. И в 40, и в 50, и в 70, и в 80 лет шишка же растет. Ну, если она растет, то есть, ей создали условия, вот, которые, оглашая разговоры, и про обувь затрагивая, то есть, ей создали условия для этого роста. Так вы измените условия на противоположном, на физиологическом. И шишка не будет расти, а будет, так же будет и сустав. Восстанавливается, косточки ваши, даже давно травмированные, восстановятся. Ну, время побольше, чем у молодого надо. Ну, а куда спешить? Вся жизнь впереди. Надеюсь, и жди, да. Давай тогда, раз уж ты про шишку заговорил, я хотел этот вопрос поднять, но ты его поднял вперед меня. Шишка чаще всего возникает у женщин все-таки. У мужчин тоже бывает, но пореже. У женщин тут явно, тут и палец выворачивается внутрь, и пальцы на пальцы нализают. И, ладно, только он нализал большой палец, так нализает еще мизинец там куда-то, или уходит вниз или сверху. Это уж вообще там, как говорит... Патология полная. Да, мой знакомый говорит, без Господи, прости, тут слова другого не найдешь, да, чтобы выразить все ощущения от увиденного. Так вот, от чего давай нашим милым дамам расскажем. Милые дамы, шишка на ноге у вас растет от того, что... От того, что? От того, что вы недалеко ушли от китайцев. Знаете, почему, милые женщины? Потому что китайцы это тот народ, который вот как из огня до в полом и вечно страдает. Вы вспомните китайский лотос. Что делали китайцы со своими ногами? Ну, кто не знает, можно зайти в интернет и посмотреть. то есть, когда им навязали моду, моду, что стопа должна там не больше десяти сантиметров, да? И вот они такие одели себе колодки, ботинки, что стопа не росла, она искривлялась. И вот вам вы, в общем-то, из славянок превратились, причём из славянок здравомыслящих, которые ступали и плыли как пава по земле, вы превратились в вот таких цокающих китай. Вот когда вас обули и в прямом, и в переносном смысле, в первую очередь ваши головы обули вот эти, в этих колодках, и потом на ноги соответствующие, и вы готовы терпеть, страдать в году каким-то мифическим модам. Так вот, эти колодки с суженными носками ограничили движение ваших пальчиков, то есть пальчики атрофировались. Более того, чтобы шишка эта не росла, что нужно сделать? Обеспечить движение этого пальчика нашего большого в физиологической плоскости. То есть, так как оно задумано природой. То есть, есть такой большой пальчик, да, это продолжение первой плюсной кости. Ну, самая большая наша плюсна, это первая, и продолжение является большой пальчик. Так вот, это плюсный, плюсный фаланговый сустав, он не должен вращаться по линии продолжения вот этой плюсной. а теперь мы обули ос, сделали обувь с острым носком и загнули этот пальчик от естественной оси вращения. Механизм объясняется по радио на пальцах бесполезно, механику, а биологию в принципе можно, то есть мы те мышцы, которые должны работать и обеспечить снабжение кровью полностью всего сустава, часть из них просто перестала работать, и та сторона, которая, вот эти шишки, она просто не снабжается в достаточном количестве крови, а грузится она, грузится с помощью ходьбы, с помощью той же обуви очень сильно, а не мной это выдумано, я ссылаюсь на те исследования, которые именно сделаны в медицине, тот же курганский академик Элизаров доказал, что чтобы кость, сустав развивался, должно быть адекватная нагрузка и этой нагрузки кровоснабжения, так вот этой адекватности в данном ситуации нету, то есть нагрузка есть, а кровоснабжение этого участка не хватает, и начинает изменяться кость, и по прочностным характеристикам, по составу, соответственно, изменяется и сустав, все, поэтому, милые дамы, перестаньте подражать китайцам, опять же, не самым лучшим, есть там и те, которые действительно соображают, до которых наши предки в свое время донесли информацию, там есть здравомыслящие китайцы, ну так вспомните о наших предках, и перестаньте повторять глупости, вот про шишку кажется все. Ну, другими словами, погоня за так называемой красотой женщины себя очень сильно уродуют, и получается узкий носок внутрь палец заворачивает большой, там получается сочленение, где вот фаланга соединяется, там вот если первая, вторая, а вторая, третья, где соединяется, изгиб заполняется жидкостью, которая имеет свойство застывать, образуется такое типа хряща что-то, и она уже начинает фиксировать этот палец, плюс ко всему, когда вы еще поднимаетесь на каблуке высоком, там получается еще один заворот, вот, и вот эти две плоскости, они творят чудеса, а потом вдруг по каким-то причинам вы удивлялись, почему же так у меня палец-то прям вот он завернут так сильно, так вы же вы сами завернули, вы создали ту самую колодку, испанский сапожок, который вам это все дело и подарил, и там уже эта жидкость застыла, она превратилась уже типа хряща, и вам добрый флирунг предлагает, иди, дорогая моя, ко мне, я тебя спасу, я тебе вырежу ее, ну вот за ваши деньги, да, все за ваши деньги, все ради красоты, все ради красоты, так что вот так, друзья мои. Ну только не забывайте про того мужчину, который мне сказал, что потом рано или поздно, когда резать будет нечего, но вам просто скажется, все, мы больше ничего не можем, это не к нам. Да, если в конце концов буратино не получается, то заготовка выбрасывается на помойку, когда уже вырезать, из нее ничего не получается, так что строгают, вас строгают, но не из всех получаются великие буратины. Ладненько, метод уже упрекают, а что сразу про женщин, ну все понеслось, там ля-ля-ля, тополя, вот, ну что, что есть, то есть, слово из песни не выкинешь. Идем дальше, из Ютуба от Снежаны, то есть есть методика, где ее можно будет взять, у сына, как и у отца, ноги одинаково плоскостопые, я думала, это генетически. нет, гена здесь ни при чем, а если, опять же, может еще там что-то есть, я, наверное, недослушал, Алексей. Нет, 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 просто Снежана думала, что это генетически, хотя с другой стороны, конечно, генетика существует, но не всегда только на генетику, мы уже, не однократно в передачах рассматривали, не всегда только надо генетику, следует пальцем тыкать, надо еще и на себя посмотреть. Ну вот, опять же, я говорю, когда говорят о генетике, я всегда говорю, гена здесь ни при чем, то есть, опять, чтобы понять ситуацию и выйти из этой ситуации, исправить, нужно опять же обратиться к предкам, к золотому русскому языку, то есть, что такое генетика, что такое ген, переведите на русский, понятный, на подсознание сидящий у каждого из нас, язык, ген, это род, много людей об этом знали, род, так вот, вы вернитесь к роду, то есть, по роду вам передаются ваши ошибки, но не хотите, то есть, там, бабушка с дедушкой не захотели исправлять эти ошибки, да, передали вам, вы не захотели исправлять эти ошибки, то есть, передали своим детям, если они не захотят исправлять ваши родовые ошибки, но они передают, передадут вашим внукам и так далее, и либо ваш род вымрет, отрубят им за ненадобность все две ноги, зачем они плоские, плоские, ну, зачем они нужны, культябки достаточно, а там мрут остальные, либо вы все-таки включаете голову, да, и исправляете ошибки, вот тогда все понятно, а гена здесь ни при чем, ну, так что, именно методика есть, существует, и пожалуйста, пользуйтесь, поймите ее, и она простая, мир очень прост, поэтому она гениальна, и когда начинает вам кто-то говорить, что сложно что-то, опять же, зрите в корень, сложно, какое ключевое слово в этом слове, не обращали внимания? Ну, я вот не вижу, не слышу пользователей, Алексей, ты как думаешь? Здесь два слова, первое это ложь, а второе это ложа, и третье еще это сложение, то есть, если мы говорим про ложа, то есть поверхностно, если мы говорим ложь, то это то, что от поверхностного нас как-то так доводит, показывает кусочек и дальше ходит, но есть еще сложение, когда несколько вариантов складываются вместе, так же, как складывается стопа из различных косточек суставов, вот это сложное получается, вот какой вариант тебе больше нравится в данном случае? Ну, поделюсь, да, ну, насчет сложения, сложить или складывать, это отдельный разговор, но в данном случае слово сложное, по крайней мере, у нас, у всех, нам навязывают, это применяется в плане именно лжи, то есть, в этом мире, я сказал, мир очень прост, когда мы это осознаем нутром своим, то все становится на свои места, и когда вам говорят, что что-то сложно, у меня всегда возникает два чувства, либо этот человек дилетант и сам ничего не понимает и начинает гнать пургу, то есть, свой пафос, что вот он такой великий, а ты, в общем, чернь не догоняешь и так далее, вот, то есть, либо он дилетант, либо он лжец, то есть, он искусственно нас обманывает, поэтому, если я знаю принцип, механизм, то я с любым человеком, неважно, это ребенок, взрослый, буду разговаривать, мне единственное, нужно знать, хотя бы элементарно, не как по радио, а хотя бы профессию, да, если я просто посмотрел на него, я уже много могу сказать, или хотя бы узнал, чем он занимался, какой род деятельности, где учился, какая профессия, я на его сленге, на его терминах, на его примерах объясню это на пальцах, и будет все просто, ну, чем я, в принципе, и занимаюсь на консультации, поэтому нет ничего сложного в этом мире. Хорошо, идем дальше, вопрос от Тианы, Алексей Александрович, здраве, Александр, у меня мама страдает недугом под агрой, очень мучает ее этот недуг, народная медицина, как и медикаментозное лечение не способно, не особо помогает, может, вы подскажете, как и чем лечить, заранее благодарю. Подскажу, как раз я, ну, не с подагрой, но экспериментирую с питанием, потому что на слово я никому не верю, и вас призываю тоже не верить, то есть, все нужно пропускать через себя, потому что нюансы у каждого свои, но базовые, именно, надо брать базовую, не философию, принцип, а все остальное подбирать индивидуально. Так вот, просто зайдите в интернет и по поводу подагры почитайте Столешникова, как вернуться к жизни. Он подагрик, это врач, опять же, честный врач, опять же, врач, не то слово, доктор, это другое. Честный доктор, который сам себя исцелил, ну, и другим помогает, человек, который у нас в России работал в медицине и в Америке, и вот он сравнивает Россию с Америкой, куда мы катимся, к чему нас призывают, вот это новшество, и там как раз о подагре, то есть, измените свое питание, очистите свой организм, подагра уйдет, ну, и, конечно, не забудьте про правильные движения, то есть, физиологичные движения, вот и все. Ну, в двух словах, можешь сказать принцип избавления от подагра, основные причины возникновения подагра, на твой взгляд, и способы, основные принципы избавления от подагры? Ну, подагра, это очередное, как говорится, название болезни суставов, причины, опять же, сейчас не буду вдаваться к причине, болезни суставов называют разные, но суть одна, это, главное, это два, это неправильное питание, то есть, зашлакованность организма токсинами, в первую очередь, нашими, да, закупорки, вот эти, то есть, наших сосудов, питательные вещества, они доходят, шлаки, они выводятся из тех мочегов больных суставов, да, вот, и второе, это, кто это поставляет к этому мышцу, да, отсутствие мелкой моторики, то есть, мы настолько атрофировались за свою жизнь, что у нас мышцы, часть мышц, есть такое понятие позданные мышцы, от слова поза, позданные, позданные, так вот, нам никто, с детства не объясняет, что вот эти мышцы, которые там наши бюдебилдинги показывают нам, это, во-первых, уродство, когда оно больше, чем норма, вот, и они не главные, главные, это позданные мышцы, те, которые отвечают за пластику движения, за поддержание позы в нужном положении, в том числе, и наших, что такое позы, это нужное положение суставов, физиологичное, так вот, мы атрофируем вот эти мелкую моторику всего организма, повторяю, всего, то вылазит у вас там в том или в другом месте в большей степени, ну, проблема во всем, так вот, если мы эти восстановим, мышцы начинать надо, обязательно, конечно, с мышц, это самое простое, то есть координационные движения надо выполнять, именно физиологичные, это уже будет облегчение, то, что я почувствовал на себя, сразу у меня, практически сразу, как только пятка привыкла к вертикальному положению, у меня сразу перестал ретекать голеностоп, как только начал включаться передний отдел стопы, елки-палки, и дальше у меня прошло, я сейчас забыл уже про все эти, еще вот 10 лет назад у меня там тоже, как говорится, ходить без боли не мог, и здесь у вас два варианта, начинать нужно с восстановления мелкой моторики, и второй, одновременно экспериментировать по очищению, пока вы не уберете, ну, самое простое, из чего нам начинать, это ограничивать в мясе, хотим мы, не хотим, но это те самые вот эти, слизь-то от мяса, которое и забивает наши суставы, поэтому и подагра появляется, но вроде бы все. Хорошо, реплика в эфир от Снежаны, у моего мужа и сына вся обувь вовнутрь стоптана. Сейчас очень много таких, потому что, опять же, искусственно создается, то есть, тут несколько вариантов, да, то есть, во-первых, может быть, так, сейчас я просто постараюсь, иногда у меня получается, не могу сказать, но если я настраиваюсь на человека, то, в принципе, иногда вижу. Но, скорее всего, по мальчишке, это у него еще есть проблемы основная, это в тазобедренном суставе и в голеностопном. То есть, скорее всего, ну, опять же, надо увидеть видео, скорее всего, у него стопы приведены внутрь и пяточки икс-образны, потому что, вот именно в тазобедренном суставе он их приводит внутрь и плюс не хочет ставить, плюс обувь не дает ставить им правильно на внешне и наружную часть стопы. Соответственно, пятки становятся иксом и он ставкивает им внутреннюю часть подошвы. Есть еще, может быть, еще проблема в сильном иксе. Сильный икс коленок. Опять то, что нам делают искусственно. Но, в любом случае, нужно именно прорабатывать, дорабатывать обувь, сделать срез именно в другом месте и учить стопу ставить на внешнюю заднюю часть пяточки, потом перекатываться через мизинчик на большой пальчик. Вот, как-то так. Хорошо. Реплика в эфир. от Снежаны. Позитивные разговоры, позитивное мышление. И еще одна реплика от Снежаны. Да понятно, лучше через интернет нам из ХМАО не добраться до Чебоксар или Москвы. ХМАО это по-русски если как перевести. А вот бы еще понять. Ну, какой-то, видимо, административный округ. Не знаю. Уточни, Снежан, откуда? Реплика от Снежаны из Ютуба. Ну, походка-то появляет проявление нашего позвоночника Атланта, он дает все перекосы. Ну, с Атлантом я постоянно сталкиваюсь в своих исследованиях, да, потому что, когда я начинал работать со стопой, только мои первые, вот, начало, и я заметил эту связь, что стопа и Атлант, они каким-то образом очень взаимосвязаны. То есть, есть проблема в стопе, есть проблема в Атланте. Есть в Атланте, есть в стопе. Да, согласен. Но, опять же, то есть, что такое режим, да, это комплекс мер для достижения цели. Если вы будете упираться в что-то одно, в Атланта, и наплевать на все остальное, бесполезно. То есть, нужно осваивать комплекс, весь комплекс мер. То есть, у кого-то проще через Атланта стучаться, да, до стопы, у кого-то наоборот. Через стопу кому-то проще достучаться до Атланта и исправить. Все здесь взаимосвязано. Это две крайние точки, разнесенные, как говорится, одна и в другую сторону относительно нашего позвоночника. Поэтому, именно комплекс мер для достижения цели. И этот комплекс мер вы должны для себя подобрать. То есть, базовые принципы найти сейчас в интернете очень даже просто. Если я раньше, когда начинал, вообще ничего не было. Я вообще, я до сих пор ищу людей, которые, я больше, чем уверен, не я один такой. Где-то информация приходит на земле ни одному человеку. Но на сегодняшний день, а при принципе работы стопы я на сегодняшний день один. Я ищу соратников, кто бы еще нечто подобное утверждал. И вот за 15 лет я до сих пор еще не нашел. Если у вас кто-то где-то знает, хотелось бы поделиться. Ну, пока я... Вот, поэтому именно комплекс мер подбирайте под себя. Ну, тут тогда-то еще попутно уже скажу вам. Задам вопрос еще и сначала. Как вы думаете, каким одним качеством должен обладать человек? Самым главным, да? То есть, мы вначале принципиальные моменты определяем, а потом уже детализируем. Так вот, каким главным качеством должен обладать человек, чтобы быть здоровым? Никто не задумывался. Ну, видимо, для начала осознать. Нет, ну, осознать это уже действие, да? А вот именно качество, что тут... Ну... Не томи, короче. Не томи, да? Ну, я думаю, что честность. То есть, если я честно сам себе сказал, то есть, не еще оправдание собственному бездействию, глупостям и так далее, а по-честному сам с собой разговариваю, то рано или поздно я найду методику, найду человека, который меня научит, ну, точнее, научиться... У которого я научусь. Учитель не тот, кто учит, а у кого учится. Научить никого нельзя. Можно только пробудить желание. А учится все так вот. Если я честен перед собой, в первую очередь, методик сейчас... Сейчас шикарное время, и вот, ну, просто простор для творчества. А, теперь я вот сказал, опять творчество. И дальше тогда начинаем раскручивать вот эту цепочку. то есть мы определим всю честность, да? И если я встал сегодня утром, и у меня что-то болит, как, что нам вбили в голову? Совсем другое. Так вот, я для себя другие зарубки сделал. Если я встал сегодня утром, у меня что-то болит, значит, вчера я сделал что-то неправильно. То есть, вчера мы делаем сегодня, а сегодня я делаю завтра. Вот когда человек это понимает и честно себе говорит, а что же я сделал вчера? Наелся всякой химии, пластмассы, напился всякой дряни, накурился всякой и так далее, и так далее. Либо просто просидел в интернете тупо в каком-то тупом абстрактном фильме, не выспался, стал разбитый и так далее, и так далее. То есть, ну, хотя бы не врите сами себе скажите признать, ну да, сегодня я сорвался, бывает, и у меня такое, ну, извини организм мой, сегодня я тебя поправлю, завтра постараюсь такого не допустить, и всё станет своими странами. Так что, вот по поводу здоровья. Чтобы быть здоровым, первую очередь, надо быть честным. Хорошо. Уточнение пришло, что ХМАО, это Ханты-Мансийский национальный ОООО, это автономный округ. Где я летал в своё время? Вот, как здорово. видишь, как здорово. Летал и позабыл. Ладно, идём дальше. Идём дальше. Так, про Атлант поговорили. Вопрос в эфир от Антона. Здравия крепкого. Как к лаптям относишься по отношению к природе человека? Насколько они хороши? Низкий тебе поклон. К лаптям, опять же, вот всегда уточняем. Как вы относитесь? А вот прыгать это хорошо, а бегать это хорошо или плохо? А вот лапти это хорошо или плохо? Опять же, вот поймите правильно, не сочтите за скрягу и за буквоедство излишне, но пока мы такие вопросы задаём, мы так и будем вору ступитого. Вопрос, а какие лапти? Форма? Какая форма этих лаптей? Ведь то, что нам впали вот здесь вот, даже я смотрел, ходил по этим выставкам и так далее, ну извините, ну не могли наши предки такие лапти носить? Ну не могли, другие были лапти. Вы посмотрите, сейчас современные лапти, которые нам преподносят якобы наши предки в них ходили, с такими же ужинами, модными, современными носками, да не шили, не плели, какая бездарность должна была быть, чтобы русский человек плёл бы вот и сужал носок, да не было такого. я раскопал то, что у меня, ну про лапти, вот как раз они гниют быстрее, не смог я пока найти ещё, хотя наверняка кто занимается археологией, там где-то раскопки, где-то, всё равно есть лапти ещё те, которые наши действительно предки носили, я больше всего уверен, что они нет, они вот нигде не сужаются, они своеобразный треугольничек, только с остриём в пяточке, пяточка кругленькая и туда пошли, как мы рождаемся, ребёнок у нас рождается пальчики и веером, так и предки наши ходили с такими лаптями, что пальчики можно было веером делать, потому что пальчики это насосы, если эти насосы не работают, рано или поздно развалится вся стопа, нога и весь организм. Согласен с тобой, принесли мне просто вспоминая лапти, сказали, вот тебе лапти, одел я их, походил денёк второй, снял и больше их не нашёл, вот как раз из-за того, что заужен носок. Да, да, вот, поэтому ни в чём ходить, а в каких лаптях ходить вопрос, так же не просто прыгать, а как прыгать, вот это правильно прыгать, а вот это неправильно, вот этот человек всю жизнь будет прыгать и быть здоровым, а вот этот пока молодой, пока жизненные силы хватает ещё, прыгает, а потом всё, вы посмотрите на своих родителей, как они ходят, посмотрите, это шарка, шипоходка и так далее, вот, ну хорошо, раз ещё такой вопрос в эфир, чем отличается походка пьяного от трезвого человека? Ну, наверное, в первую очередь отсутствие мелкой моторики, да, у пьяного человека, то есть он с помощью наркотического вещества атрофировал, дал ударную дозу для именно мелких мышц, они атрофировались, остались вот эти грубые, которые нам показывают бюдибилдинги, мышцы, которые вот не предназначены, они предназначены для других целей, а не для поддержания вот этой позы и кардиционных мелких движений, вот это всё атрофировалось и мы вот с помощью тупой мышечной массы там пытаемся это равновесие сохранить, сохранить, ну, соответственно, какая у нас походка? Вот такая у нас походка, да? Вот, ну, а теперь давайте сравним, а чем же отличается походка молодого от старого? Ну, напрашивается вывод, ну, тем же самым, отсутствие мелкой моторики, ну, если пьяный, грубо говоря, проспался, да, и восстановил мелкую моторику, ну, потом ещё добавляем, ещё и так потихонечку, да, и к концу, ну, не к концу, скажем так, а через лет 10 мы превращаемся в такого же пьяного, то есть, по походке это то же самое, это пьяный, больной человек, ну, и, соответственно, уже проблема в суставах, так вот, если вы, будете всю жизнь поддерживать эту мелкую моторику, опять же, выполнять только одно упражнение, единственное, самое главное упражнение, правильно ходить, ступать, не ходить, ступать, то всё будет в норме у вас, со здоровьем будет, всё в порядке. Хорошо, идём дальше, реплика эфира Тантона, знаю, что босым ходить хорошо, но сейчас и в лесу всякой всячины хватает, так что вступить можно в партию, в кавычках. опять же, вот, представляете, я пытаюсь в течение вот этого разговора, да, разбить вот эти клише, которые нам засадили, вот эти занозы в наше сознание. Ходить по лесу, а что наши предки ходили по лесу босиком, да, ну, брехани, и сто лет, и тысячи, и десять тысяч, не знаю, сколько лет, всё то же самое, сучки были, никто их не отменял, и звери были, и приходилось с ними общаться, если надо, и драться, и так далее. Как деревья росли, так и растут. На полянке бегать, пожалуйста, по дорожке, по просёлочной бегать, да, вот, были такие же садики детские в огороде, где все бегали босиком, ходили куда-то, ну, извините, в тайгу ходить босиком, для чего эти лапти привезли, да, не только лапти, нам впаривают лапти, кожа, у нас всю жизнь на Руси были меха, кожа, лён, хлопок, то, теперь нам подменили всякие лавсаны, синтетика, и всё прочее, сказали, о, как классно, ничто не заменит это, и кожаная обувь была, и подшивали я больше, чем уверенцам, и войлок был, и тогда всё это было, и вот с этим и ходили, но форма обуви была другая, я говорю, посмотрите, элементарно, в интернете, очень, конечно, мало, но я всё-таки раскопал обувь 1300-х годов, ну, если кто слушал такого, сейчас, как раз, про Украину рассказывали, там, кричали, похороны сатаны, там сравнивали, что Путина, и так далее, бред, и вот там фотографию показали, то есть, фактически, называется вот эта картиночка, не знаю, как её точно назвать, фреска, или что-то в том духе, визит врача к больному, а его там уже под политику засунули, но все увидели политику, а я увидел там открытие сделал для себя, я посмотрел на обувь врача, и стоящего с ним рядом человека, вы представляете, в средневековье, 1300 год, это была нарисована эта картинка, фреска, там зауженный носок, ну вы знаете, где он заужен? На продолжении большого пальца, вот все, что у меня, оказывается, подобное у меня нарисовано на сайте, какая должна быть форма примерно, и вот там, и там, я увидел, свободное место для мизинца, и зауженность, опять же, не зауженность, а просто вот острие немножко, как продолжение большого пальца, так сказать, модно, видать, в то время было, ну, то есть, свобода пальцев обеспечена, далее, я начал ковыряться, 1796 год, искал по головным уборам, а наткнулся, увидел обувь, там нету зауженных носков, там обувь, кожаная обувь, повторяет форму стопы, какие проблемы, сделайте вы нормальную обувь, и ходите, хоть в лесу, хоть по асфальту, вот же в чем проблема-то, вас никто не заставляет идти в лес босиком, или идти на стройку, где там кирпичи, босиком, я предлагаю проснуться, и сделать профессионально нормальную физиологическую обувь, у меня была такая попытка, в Запорожье, в 13-м году, я сделал свои сандалии, первые в мире физиологические сандалии, но потом в одностороннем порядке Украина мне этот проект мой закрыла. А почему? А без объяснения причин, ну у меня есть, конечно, догадки, потому что я общался с человеком, причем не самым маленьким человеком на фабрике, а так сказать, директором этой фабрики, и я, конечно, ему благодарен, что он хотя бы вот пока был у него этот порыв, он все-таки сделал эти сандалики, я их опробовал, сделал контрольную носку, до сих пор хожу и балдею, даже большие пальцы мои справляются, за лето, пока я в них хожу, я хожу практически с мая и до октября, до самых морозов, потому что в другой обуви мне просто некомфортно, но одностороннем порядке без объяснения причин это все прекратилось, потому что а что изготовление системы или процесс изготовления сандалия настолько технологически сложный, что его нельзя очень простой, очень простой, потому что я все это прошу ну а зачем тогда нужно на какую-то фабрику обращаться, ну взял бы и доказал партию сапожник какого-то а нет, с сапожниками бесполезно, нет, сапожниками ну почему опять же как в том анекдоте говорит на каком заводе в советский анекдот на каком заводе работаете что выпускаете да говорит это селки косилки выпускаем да ну что начал запчасти с завода носить да говорит как не собирает то ракеты то там получается поэтому здесь такой же принцип все сапожники работают с теми запчастями да которые им поставляет фабрика а фабрика вот если она поставляет запчасти от запорожца да ну кроме запорожца собрать ты ничего другого не сможешь ну ты можешь там говорить что я покрашу в этот цвет в этот вот тут кожу такую еще что-то вот тут подставлю вот тут подду немножко тут подогну и чуть изменю но принципиально ничего не изменится как были угловатые подошвы так и останется как были заужены носки так и останутся как эти моменты от обычной обуви создавались так и это сапожник ничего в лучшем случае если вы найдете хорошего сапожника мыслящего умеющего мыслить да который почитает посмотрит на мои чертежики на сайте которые и будет вам дорабатывать то есть объясните ему что сделайте мне вот так он доработает подклеит и то я вам сразу скажу что по собственному опыту из 10 сапожников как правильно только один согласится на это то есть косность мышления очень еще большая хорошо ты скажи у тебя фотографии твоих сандалий где-то присутствуют на сайте есть на сайте ну вот значит нашим зрителям слушателям можно будет посмотреть хорошо идем дальше вопрос эфир от Дмитрия здравия всем есть ли отличия в методике лечения ног по половому признаку все ли что происходит для подходит для мужчин будет работать и для женщин благодарю нет принципиально в отличие нет то есть именно с точки зрения физиологии суставы у нас с вами одинаковые вот поэтому половой признак играет роль только в плане психологии в этом плане да то есть когда мы говорим о тренировках а у меня на тренировках люди весь смысл что в тренировках почему я их назвал именно семейные тренировки что я объединяю и мужчин и женщин вместе потому что они дополняют друг друга и исцеляют плюс дети вот когда вот эта гармония происходит вот тогда поэтому именно отличие может быть именно в методике преподавания это есть есть индивидуальные особенности у каждого и небольшие особенности по половому признаку то есть есть мужчина и женщина и когда ты видишь перед собой не просто человека потому что человека нет понятия человека это абстракция это опять навязан назовите мне человек кто такой нет вот есть мужчина а вот это женщина и вот когда мы начинаем не путать вот эти вещи то я к женщине буду подходить даже показывать то же управление упражнение совсем по другому и объяснять почему ножки нужно поставить так а не так несколько по иному чем к мужчине но в плане упражнений двигательных навыках выработки вот таких ощущений нет нету разницы между мужчиной и женщиной хорошо идем дальше вопрос в эфир от Михаила из Москвы как на взгляд Александра нужно формировать методы ходьбы у ребенка с раннего детства ну во-первых самое главное это не мешать ему потому что интуитивно человек интуитивно сам ребенок вот мне присылают когда видео я смотрю ну умница там такие талантливые дети они вот их уже родители изуродовали настолько там под операцию подогнали там какие-то каблуки одели супинатор еще уже настолько и то они пытаются интуитивно сами подбирать себе вот эти правильные физиологические движения и исправлять поэтому на первом этапе если ну не знаешь как ну хотя бы не мешай поэтому основное это ну во-первых забудьте про пеленание с самого рождения и еще я очень глубоко ковырялся во всех куда ни ковыряется везде столько проблем даже в том же роддоме я уже докопался и до туда как как извлекает ребенка как его как его обмеряют раньше был такой мультик советский если кто помнит по-моему там кто там считал козленок или кто который считал там до 10 до 10 козленок козленок когда я думаю какая разница раз и посчитал до 10 корабль всплыл ну бред какой-то какая-то глупость какая-то окажется ничего же не изменилось как было 10 этих животных так и осталось для корабля то какая разница оказывается когда я уже дальше начал изучать наших предков если ты посчитанный это совсем другое когда ты не посчитанный так же если тебя замерили в роддоме это другое уже состояние ребенка но не буду далеко углубляться в этот механизм замера я просто когда увидел то мне стало понятно почему у нас идет проблема с тазобедренным суставом и с коленкой то есть когда их вытягивают ребенка то есть им же надо замерить вот мне например без разницы 51 или 49 у моего малыша ну вес ладно взвешите пусть он лежит своим комочком как он родился так он свои суставчики опять в позу эмбриона и спокойно там вправляет потому что он прошел стресс прошел родовые каналы он где-то даже если вы его пережали не так он группируется начинает свои делать потягушечки причем очень физиологически грамотные и восстанавливает эти свои суставки суставчики а их зачем парень ну-ка давай-ка мы тебя вот так вот растянем берутся как правило в районе коленок коленки те хрусь и вытягиваются но мы замерили а вот этот стресс как раз и очень сильно влияет так вот даже если у вас это произошло но дома вы придите позвольте ему опять же вернуться в позу эмбриончика не надо его ни в коем случае пеленать позвольте ему опять естественно подвигать ножками ручками ребенок интуитивно восстановит а если вы еще понимаете к чему надо стремиться то вы еще сами можете ему помочь ну или хотя бы не помешать дальше идет идем ну не одевайте вы его в колготочки или вот у нас сейчас как они называются первые не колготочки а с носочками-то вместе ползунки ползунки да ну отрежьте если уж вам надарили этих ползунков ну отрежьте вы вот эту носочную часть не должна мотня между ног мешать ребенку то есть одевайте его как можно выше чтобы мотня не мешала ну и тем более памперсы это вообще отдельный разговор издевательства вот чтобы мотня не мешала разводить ножки восстанавливать даже если где-то при родах травмы получили медики вам сделали эти травмы ребенок интуитивно начинает делать те движения которые и позволяют ему выстраивать так вот лучше оденьте носочки шерстяные желательно такие только не синтетику вот если уж холодно лучше вообще если пальчики эти также будут голыми потому что это рецепторы это опять же носочки которые пальчики должны работать на стопе и чем лучше они работают тем быстрее восстанавливается и нога и весь организм то же самое на ручках ни в коем случае не надо задевать какие-то перчатки на них варежки поцарапались тоже издеть избавить дальше как только начинает ходить да чем дольше он будет у вас бегать босиком тем лучше то что нам говорят что пол это жесткая среда но брехня мне нравится это украинское слово брехня нормальный русский язык это обычная среда жесткая она плоская это обычная нейтральная среда да по мелким камушкам по травке хотеть чуть получше потому что она как бы стимулирует наши рецепторы и правильную постановку стопы лучше ниже голый пол но это обычная среда тот же асфальт ничего в нем страшного нет ничего только ошпаришься когда стена солнышка вонь идет интоксикация опять же когда он неправильно сделает и греется а в плане ходить по нему ничего страшного нет то есть вот эти догмы которые вам навязали забудьте про них включите голову включите обратитесь к физиологии и не бойтесь ничего не бойтесь русские люди так хорошо Миколаевич уточняет вопрос а как разминать мышцы ступней вот он там про ноги спрашивал в самом начале мышцы ступней ну самое простое да есть в интернете латка стопы русская латка стопы там не только стопы но в том числе там женщина не помню уже конечно показывает рассказывает ну вот ну самое простое так вот то что мне на что я наткнулся что мне очень понравилось да есть но я конечно пошел чуть дальше я учитываю некоторые вещи свои наработки еще по-другому как бы дополняя эту латку свою да нету но это нужно показывать и вообще принцип даже массажа я изменил ровно диаметрально противоположно то есть если весь массаж у нас начинает от кончиков пальцев идет туда к пяточке и потом идет к коленке и к тазобедренному суставу нет неправильно все идет ровно наоборот то есть массаж ноги происходит от ягодиц тазобедренный сустав коленочка голень к стопе и к пальчикам единственное просто нельзя некоторые приемы массажа обычного применять в этом случае как выдавлен когда начинает давить его вообще не в ту сторону не в другую нельзя когда начинает давить и кровь туда сгонять в данном случае в классическом массаже от пальцев ног гонят туда вверх но это неправильно то есть мы по венам гоним вверх а по артериям мы как раз обескровливаем нашу стопу это только проблемы для сосудов и для стопы то есть нет такие приемы нельзя применять массажа и поэтому массаж должен быть опять же если мы говорим о стопе то есть от голеностопа и туда пяточка плюс на плюс и к пальчикам ног и все сводится опять же к кручению стопы то есть в конечном итоге мы не должны подкручивать скручивать в физиологически правильном положении то что ребенок делает интуитивно поджимая пальчики если как бы как в кулачок сжимает он то растопырит эти пальчики то их сжимает то растопырит то сжимает то есть фактически он тренирует полноценные движения в стопе вот посмотрите на естественные движения и постарайтесь это повторить стимулировать их надавливать на те иные точки ребенок сам подскажет просто понаблюдайте и поэкспериментируйте не бойтесь ошибиться то есть свои ошибки легко исправляются чужие особенно хирургические уже сложнее ну если как-то так хорошо вопрос в эфир от Михаила из Москвы Александр как ты относишься к применению аппликаторов Кузнецова например уточняет магнитные стельки для стопы благодарю ну магнитные стельки это все опять же очередной обман то есть магнит ну ничего он не дает в плане мы в лучшем случае можем какое-то временное облегчение получить но опять ходим лечит нас движение движение поэтому стельки ничего не дает я экспериментировал с чем только не экспериментировал какое только ну бесполезно то есть наша стопа если она правильно движется она сама себя восстанавливается сама себя массажирует обеспечивает этот перекат что такое правильный физиологический перекат это мы тренируем последовательность включения мышц в работу волну то есть человек это волновой элемент все да и вообще мир то есть гармония это волна то есть не бывает какого-то рубленого движения однобокого нет нас заставляет превратить свои движения вот эти врубленные угловаты волна волна должна быть и поэтому когда мы создаем вот эту волну последовательность включения то одна мышца напрягается вторая третья четвертая пока вторая напрягается та уже растягивается опять же не расслабляется она растягивается уже работает по-другому и вот этот механизм круговорот непрерывно идет в нашем теле идет кровоснабжение вывод шлаков и питания и так далее вот что надо а толку если я наступил на этот магнит ну и что ну вот пока я какое-то движение сделал дальше и стою я на нем и что кровь не поступает в те другие места которые я обдавил рано или поздно там будет проблема нету цикла нету цикла сжатие растяжения в мышцах все будет проблема репликатор Кузнецова ну экспериментировал я на нем тоже ну как временное облегчение так как стресс ну ничем не хуже ледяная вода ничем не хуже то же самое опустил ноги в ледяную воду потом в горячий контраст ничем не хуже более комфортно и нету механических травм ну худо бедно опять же тем более если мы долго лежим ну мы травмируемся да это по подобному принципе банки делаем создали синяк да организм в это место направляет свои питательные вещества да там болячка очаг напряжения он начинает просто интенсивно это место лечить так же и аппликатор Кузнецова мы создали там болевые ощущения организм начинает туда посылать свои питательные вещества усилия на то чтобы восстановить и залечить вот эти от иголочек проблемные места и параллельно залечить нашу болячку кто вам мешает мысленно это сделать ничто вам не мешает а кто вам мешает просто поговорить с этим местом почувствовать его и направить туда все питательные вещества и забрать шлаки оттуда вывести зачем нужно вот этот мазохизм ну да для человека как реанимация ведь у нас в принципе есть реаниматологи да которые ну в таких вот крайних случаях их методы действительно работают ну когда мы вышли уже из этой реанимации ну смысл опять себя подводить к следующей реанимации ведь надо использовать другие методики и они есть включите голову и каждый на подсознании это в прошлой наверное жизни предки стучатся к вам уже ребята вспомните вы умели другое поэтому вот я так отношусь к вот этим мазохистским методам исцеления так называем это тоже в спорте идиотизм мазохизм было очень много и нам это навязывают терпеть терпеть что такое пациент опять же загляните если бы сказали по-русски то было бы это дословно не помню там уже можно википедии посмотреть это тот который терпит вот над ним издевается он терпит вот это пациент а почему нельзя просто спокойно жить любовью и радость я так отношусь к вот этим мазохистским приемам оздоровления хотя капликатору Кузнецова я пользовался применял ну я уже давно отошел когда я научился правильно ходить а до этого да потом когда я начал восстанавливать суставы с помощью меланикой моторики то есть я прошел всю жизнь занимался единоборствами бокс профессионально стоял на союзе участвовал заметьте всего советского первенца всего советского союза это часто я понимаю что это был уровень неплохой потом карате кикбокс самбо в конечном итоге рукопашка и в конечном итоге пришел опять же к русскому стилю казачьему спас то что наши предки уже давно знали не надо изобретать велосипед берешь и пользуешься заработал под себя плюс включил вот это знание о стопе включил она хорошо очень вписалась вот эти естественные движения рукопашника и все я все свои травмы начал залечивать и практически их залечил вот именно вот физиологическими движениями и без всяких вот этих издевательств таких вот над своим азахистских как я их называю над своим телом понятно на самом слове на самом деле слово пациент перевод на русский вариантов перевода много терпеливый упорный настойчивый терпящий допускающий больной ну и так далее допускающим к своему телу инородное существо пациент требует ухода врача быстрого быстрого ухода врача да хорошо идем дальше реплика в эфир у меня тетки хоть родом из деревни но постоянно ворчат когда я босым хожу одичали от городской жизни предложите им выздороветь это проходит это исцеляется вопрос эфира от елены как вы относитесь к хождению босиком по разбитому стеклу и углям ну опять же если какой цель мы преследуем если мы преследуем цель то есть войти в другое состояние да что-то такие то есть это уже речь идет именно о душевных каких-то таких вот практиках да проверить себя ну в принципе пожалуйста то есть ты переходишь в другое измерение другие нарабатываешь другие качества пожалуйста нет вопросов если это вам помогает если вас переносит на другой уровень развития то есть именно нарабатываете вы какие-то необходимые вам на данный период качества да ради бога вот но с точки зрения восстановления суставов координации так далее но это ничего не дает хорошо идем дальше елена 777 вопрос эфир как правильно наступать на стопу с пятки на пальцы или наоборот с пальцев на пятку ну если наоборот то да ну опять же вот тоже очень распространенный вопрос это у нас бегуны вот славятся этим делом как бегать наступать на пятку наступать на всю стопу взяли на носок и спорят там до хрипоты вот я предлагаю во-первых не ставить телегу впереди лошади давайте начнем с того что мы вначале научимся правильно ходить вот как только вы поймете как вы прочувствуете как вас попрет от того что вы совсем другие ощущения как тот вон парень которому мужчина которому изрезали все ноги он говорит это жуткое было жуткое чувство ущербное дискомфортное при каждом шаге было а после того как я доработал по вашей методике обувь теперь я знаю я совсем по другому ощущаю вчера еще когда я доработал первый раз вы знаете я понимаю что всего два дня прошло это мало я понимаю но я вчера же в этой обуви ходил и дискомфорт полный и сейчас я понимаю что я еще не все так сделал но тем не менее и вот он там восторгался что совсем другие ощущения поэтому я вам говорю вы вначале давайте научимся наступать на пяточку правильно на внешнюю заднюю часть по наружному своду перекатываться на мизинчик и потом на большой пальчик и большим пальчиком делать полноценный толчок вот когда вы вот эту своеобразную восьмерочку в стопе почувствуете вот тогда мы поговорим с вами о том как наступать на носочек потому что эта часть это просто маленькая можно и наступать через носочек ходить можно в определенных случаях и мы это делаем спуск с горы и подъем в гору разный принцип работы стопы вернее принцип-то один а по-разному грузится стопа но опять же не спешите давайте научимся ходить ни один бегун там до хрипоты там спорят некоторые даже пытались мне доказывать что вот там я говорю послушайте давайте в процентном соотношении но много вы найдете бегунов которые всю жизнь бегают и даже которые всю жизнь как Гордон перед до луны можно сказать добежал и то в процентном соотношении если взять сколько он ходил это будет не меньше а для простого человека мы все равно 99,9 за свою жизнь мы ходим с пяточки правильный перекат на носочек и поэтому давайте ну не будем ставить телегу впереди лошади давайте научимся буковки а потом научимся б и так восстановим наш алфавит желательно старорусский тот который наши предки знали хорошо давай будем восстанавливать следующий вопрос от Тианы Александр возвращаясь к теме о беременности и роддомах читала труды нашего русского профессора Ниумы Лакина он выдвигает гипотезы о ультразвуке и убеждает что ни в коем случае его нельзя делать рожницам ибо он нарушает ДНК малыша как вы относитесь к этому утверждению заранее спасибо ультразвук просто сказать УЗИ отрицательное к нему отношение это воздействие которое кроме проблем ничего другого не создаёт поэтому на человеке написано всё вот когда я стал первые мои были эксперименты когда я искал книги вот и причём поначалу мне доставались книги так сказать отбросы так называемые в литер в библиотеках это которые старые книги которые не пользовались у врачей спросом то есть мы всё современные там последние исследования вроде бы якобы вот а мне поначалу доставались вот именно те которые ну в данном случае там 50-х годов 60-х 70-х есть такой Маркс ортопед я почему запомню не помню цевалы вот ну Маркс такая интересная фамилия так вот там про рекомендации к практическому ортопеду и вот когда я его читал там причём такая книжка ну действительно как у Карла Маркса здоровый страниц я не знаю там 800 наверное такая книжка так вот там оказывается всё ещё при царе горохе написано то есть то времена когда не было ни уси рентген это и то практически не было только эксперименты по ним ставились тоже идиотизм насаженный нами так вот когда я сравнивал что там написано экспериментирую там написано всё то есть на человеке по его положению по движению по ограничению в суставах диагностировалось всё то есть представляете какие были доктора то есть посмотрел цвет кожи пощупал уплотнение где что как порывы отёчность там ну и первое конечно самое в каком состоянии ну если сломанная рука да как определить сломана там порыв связки или просто подтяжение связки как чечённое нарисованное на человеке в этом положении ага может быть либо порыв либо подтяжение связки теперь что нужно чтобы проверить сделать попросить человека подвигать или самому подвигать в той или иной если вот такое движение он может делать значит просто растяжение связочки а если он не может значит это порыв и так далее а вот это если он вот это не может значит это перелом же ну все нарисовано если ты опять же чтобы быть здорово на быть честным чтобы исцелять людей не лечить потому что залечивают до смерти впаривают вот именно ложь чтобы исцелять людей надо быть честным тогда ты в первую очередь освоишь эти методики сам и тебе не надо быть не узи не музей не рентгены не пилюли потому что это все есть природе естественно вот потому что я к этому отрицательно нашла тем более беременные женщины вы продаете вы даже ради своего ребенка очень многие из вас не хотят отойти выйти за флажки которые вам поставили чужие люди вы идете тупо на убой и ведете за собой собственных детей проснитесь пожалуйста у вас такой шикарный потенциал но не надо расходовать его на всякую ерунду ну так хорошо ну что ж вопросы мы все прочитали реплики все озвучили и переходим в заключительной части нашей сегодняшней беседы заключение я предлагаю тебе подвести жирную черту под всеми теми словами которые ты сегодня нам донес учитывая вопросы учитывая лекторную часть учитывая реплики вот пожалуйста в заключение есть возможность так сказать закрепить что-либо в головах наших радиослушателей зрителей я понял ну заключение тогда хочу обратиться к вам дорогие мои радиослушатели надеюсь что и некоторые из них уже и соратники я хочу напомнить с чего я начал в начале по крайней мере о честности да то есть чтобы исцелять себя исцелять этот мир но надо быть все-таки в первую часть честно вот и подведу еще дальше продолжу а кто же может себя способен исцелить на тут я напомню что на люди делятся у нас да есть такой интересный психолог который помог мне сдвинуться с мертвой точки проснуться это николай иванович козлов синта синтон он называет у меня есть такая давно я сейчас не общался но с книжки на есть формула успеха в данном случае да вот и там есть такая градация при его люди на кого делится и вот он приводит что 15 процентов это творцы противоположность 15 процентов это паразит примерно 40 процентов по этому потребители и процентов 30 романтики так вот если учесть что вот такую градацию да то есть четыре стихии это то что присутствует нас вот так вот если здесь как вы думаете кто способен себя исцелить вот из этих четырех групп ну паразиты я думаю отпадает потребители мне 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 еще раз мне да ну я думаю тоже романтики где-то в облаках летаем о всех методиках слышали ни одну методику не освоили но профиль про всех все знаем это ерунда это не стоит на себе ничего не опробовали но я думаю тоже исцелить себя такие люди не в состоянии осталась одна градация людей которые способными способные сделать себя цели это творцы так вот я вам предлагаю прежде чем себя исцелять не временно улучшение можно пойти вам пирюлю проглотить обезболить это то что медицина поставил на поток не вопрос в конечном итоге как в том проданном смехе раньше смех продавали сейчас суставы продать поставить на поток поставили замене от тазобедренной коленой любой позвоночник и сустав заменяют конверт но когда после операции вам предъявят предъявят у я даже не за деньги предъявят тот набор упражнений которые вы должны делать чтобы разработать вот этот железный сустав вы удивитесь по крайней мере я удивился этому что столько нужно велосипеды покупать крутить там что-то зарядку делать и так далее послушайте а если бы вы с родным суставом делали эти же упражнения даже пусть половина из них неправильный у вас бы выздоровел сустав вы его уже продали так вот пока вы не станете цельным то есть творцами все ваши потуги будут тщетными поэтому заключение вам хочу сказать что вернитесь к роду к своим предкам станьте творцами творец это бог который пока не станете вот этими богами для самих себя для своего рода вы можете получить только временные временное исцеление это за счет пополнение карманов как так сказать тех же паразитов которые эту систему и сделали поэтому в интернете есть учителей найти можно у которых есть чем поучиться пробуйте творите исцеляйте себя и становитесь целостными ну вот как то так хорошо благодарю тебя за хорошие добрые слова в заключении сегодняшнего эфира который проходит 28 марта 2017 года вторник по одному из современных календарей или по одному из старинных 27 день месяца пробуждения природы 7525 лета назывался наш сегодняшний эфир живое плоскостопие искусственно создаваемый дефект кем он искусно создаваемый нам рассказал александр владимирович киселев как от него избавиться и что для этого сделать достаточно подробно в нашей сегодняшней передаче было с помощью наших уважаемых радиослушателей и зрителей канала youtube подробнейшим образом рассказано мне же остается поблагодарить александра благодарю тебя за то что ты есть за то что разобрался с этим вопросом и щедро поделился со всеми нами наших радиослушателей благодарю что вы поддержали эфир своими вопросами не дали нам между собой устроить поговорить о жизни о любви а вот задавали правильные верные вопросы которые нас держали в тонусе и в теме сегодняшней передачи желаю всем всего самого доброго будьте здоровы будьте счастливы до новых встреч друзья мои услышимся взаимно взаимно благодарю на тебя радиослушателей всего доброго итак с вами был алексей с вами был александр народное славянское радио всегда с вами всегда позитивное всегда доброе мы стараемся сделать так чтобы каждый из нас узнавал каждый день что-то новое для себя и не просто ради развлечения ради того чтобы стать лучше в этом мире и через улучшение этот мир стал лучше по отношению ко всем нам быть добру увидимся и услышимся до встречи до встречи славянское радио все нужно все важно счастливы Продолжение следует...